Национализация культуры, освобождение депутатов в столице Кыргызстана прошел очередной митинг оппозиции. Такой долгожданный, такой малочисленный. Рабочий день оказался коротким. Депутаты парламента проработали всего полдня из-за митинга оппозиции, который проходил рядом с Джугур Кукинешем. Граница на замке, но его легко открыть. Председатель пограничной службы Токон Мамытов заявил, что рубежи контролируются строже, но еще недостаточно. Отставка правительства, распуск парламента и денонсация соглашения с кумтором. В Бишкеке прошел митинг оппозиции, давно ею заявленной, как очень масштабной. Хотя с самого утра в Бишкеке шел дождь, организаторы митинга заявили, что будут добиваться своих требований. Хотя участников акции протеста было не так много, как планировала оппозиция. Из-за плохой погоды в том числе. 10 тысяч человек. О таком количестве участников митинга было заявлено накануне организаторами. Бывший генеральный прокурор и член Временного правительства, ныне ярый оппозиционер Азимбек Бикназаров сказал, что из-за дождя многие не смогли приехать с региона. Тем не менее, акция протеста состоялась. Уже по традиции на площади Аллато заранее была установлена звуковая аппаратура. Как и на всех предыдущих митингах играла патриотическая музыка. Всего, по данным правоохранительных органов, в акции протеста принимают участие около 500 человек. Организаторы митинга намеревались принять участие в заседании парламента и хотели, чтобы законопроект о денонсации соглашения по кумтору был внесен в повестку дня. Но, несмотря на требования оппозиционеров, парламентской оппозиции не удалось его обсудить на заседании палаты. Бикназарова даже не пустили в здание. Он считает, что если бы проект документа был рассмотрен, то многие парламентарии поддержали бы инициативу расторгнуть соглашение. Сегодня наш власть, как прежде, поддерживает Сен-Теру. Не, не, кыргызская сторона. Это вот сегодня ясно было. Они боялись, что я попал в парламент даже. Повестки дня включили. Запретили торога. Значит, они боятся, что депутаты поддержат нас, денонсируют это соглашение. Некоторые участники митинга приехали в столицу не только для того, чтобы требовать решения вопроса по кумтору. Родственники и сторонники осужденных депутатов парламента, несмотря на решение суда, требуют, чтобы Камчебе Каташиева, Садыра Джапарова и Талантова Мытова освободили. Впрочем, всех их с общей массой митинга объединяла все же одна идея – смена власти, если вопрос о денонсации соглашения с кумтором так и не будет рассмотрен. Я, например, добровольно пришел, потому что эти депутаты должны решить этот вопрос. Если кумтору не решено остаться, тогда, не знаю, мы требуем еще отставку правительства и пусть парламент уйдет отставку, они тоже выходят в распуск парламента, даже мы требуем. Несколько женщин, матерей-героинь, попытались войти в здание парламента, но их не впустили, хотя пообещали, что некоторые депутаты парламента выйдут к митингующим и выслушают собравшихся. Вместе с этим на митинге звучали призывы митингующих оставаться в Бишкеке до тех пор, пока ранее заявленные требования власти не выполнят. Как бы то ни было, сегодняшнюю ночь участники массовой акции протеста решили провести прямо здесь, в центре столицы, на площади Аллато. Ринашам Судинов, Айбек Кулчуманов, Бишкек, Кыргызстан. Несмотря на то, что в здании парламента проходил митинг, жизнь внутри здания от обычных будней сегодня отличалась совсем незначительно. Сначала депутаты уделили время организатору митинга Бикназарову, вернее тому, что его не пустили в здание, где он планировал выступить перед народными избранниками с докладом о денонсации соглашения по кумтору, а после обеда и вовсе решили не работать. Несмотря на дождь, возле парламента довольно жарко. Уже как традиция, примерно в одно и то же время года на территорию внутреннего двора парламента привозят спецназ. Нагоняют курсантов Академии МВД с щитами и дубинками. Тем не менее, в этот раз власти, подготовившиеся к возможным беспорядкам, немного отличились. В здании вместе с военнослужащими и милиционерами разгуливали странные для этого места молодчики. Многие из них были одеты в спортивные костюмы. Хотя в прошлом году парламент запретил впускать внутрь здания людей в спортивном и представительность слабого пола в мини-юбках. Последние мешали одному из депутатов сосредоточиться на работе. Сегодня депутаты никак не реагировали на молодых людей в спортивном. И даже как будто не замечали их. А одна из депутатов прокомментировала это так. Я, к сожалению, этого ничего не видела. Но давайте не будем забывать о том, что здесь находится президент и его аппарат. И по закону и президент, и парламент должны быть вне опасности. Однако, в отличие от так называемых спортсменов, сегодня в парламент пускали далеко не всех. К примеру, бывшего вице-премьера Временного правительства Азимбека Бекназарова, возглавившего оппозиционный митинг на площади Алато. Депутаты разделились на тех, кто одобрил эту меру, и тех, кто не понял, почему человека, который, цитата, имеет заслуги перед Отечеством, выпроводили издание охранники. Правительство не хочет этого народа принимать. Парламент не хочет принимать. Те люди, которые пришли, президент не хочет. Ну тогда зачем такая власть? Депутат от оппозиционной фракции Атаджур Джолдошева, которая также поддерживает требования митингующих, особенно в части освобождения ее коллег-атаджуртовцев из мест не столь отдаленных, читает, что некоторые из тех ее коллег, которые на свободе, специально провоцируют народ, не принимая Азимбека Бекназарова в парламенте. И вскоре это может привести к тому, что парламент просто разгонят. Среди, может быть, наших коллег, кто-то специально хочет развалить парламент. Распустит таким образом. Кстати, основное требование митингующих – это денонсация соглашения по месторождению Кумтор. Написавший соответствующий законопроект Бекназаров перед митингом был у Амирбека Тикибаева, лидера фракции Томикен, с просьбой помочь в рассмотрении документов в парламенте. Впрочем, особой поддержки Бекназаров не нашел. Соглашение по кумтору антинародное и незаконное. И поэтому этот митинг мы воспринимаем как поддержка нашей инициативы. Он пришел и попросил, чтобы мы тоже на фракции рассмотрели его законопроект. Я сказал, что мы идею денонсации поддерживаем. Есть и наш законопроект. На наш взгляд, наш более отвечает требованиям, чем в Бекназаровске. В парламенте есть не одна, а две оппозиционные фракции. Можно было все вопросы решать в стенах парламента. А не выносить, как говорится, вот эти вопросы за пределы парламента и создавать такую суматоху среди наших граждан. После обеда депутаты больше не стали уделять внимание теме митинга и кумтора. Решив, что если результаты переговоров правительства с канадскими инвесторами их не устроят, тогда они вернутся к этому вопросу. А сегодня много других, не менее важных дел. Наверное, поэтому депутаты решили после обеда не работать. Хотя на повестке дня было много важных вопросов. Иркин Аламбеков, Нурлан Сатышев, Пишкек, Кыргызстан. На границе люди ходят хмуро, зато без конфликтов. Главный пограничник Кыргызстана Тукон Мамытов рассказал, как обстоят дела сейчас на южных рубежах страны. Так вот, по его словам, благодаря усилиям службы, ни одного, цитата, серьезного инцидента с момента чарбакских событий не произошло. Напомним, в январе этого года конфликт дошел до захвата в заложники жителей Кыргызского села узбекскими гражданами. Теперь, по словам Тукона Мамытова, ситуация оценивается как подконтрольная. Более того, есть положительные сдвиги у наших пограничников и в отношениях с их узбекскими и таджикскими коллегами. И с теми и другими получилось договориться по целому ряду ключевых вопросов. Например, не применять оружие в отношении нарушителей границы хотя бы в дневное время. А в женщин, детей и стариков не стрелять и вовсе. Или, к примеру, незамедлительно сообщать друг другу о тех или иных инцидентах, чтобы вместе разбираться в спорах и разногласиях. Вот, например, наш гражданин заблудился, пересек границу, оказался на территории Узбекистана, и он задержан. Узбекская сторона, если раньше вы помните, молчала, ну, отрицала. То сейчас они сами выходят и говорят, ваш такой-то гражданин задержан в таком-то квадрате. Наши выходят, уточняют, говорят, да, это наш, вот документы просим передать. И они в установленном порядке передают. Есть результаты, правда, скромные, как говорит Мамытов, и в вопросе реализации стратегии комплексного управления госграницами, рассчитанной на 10 лет. Напомним, ее приняли год назад. Например, теперь закупками для бытовых нужд пограничников на местах занимается руководство самих погранзастав, а не центральный аппарат службы в Бишкеке. А вообще, по словам Токона Мамытова, главная черта этой стратегии заключается в том, чтобы через 10 лет пограничная служба была наделена еще правоохранительными полномочиями, как, к примеру, германская пограничная полиция. Она сама не только задерживает нарушителя пограничного режима, но и сама заводит дело и сама расследует его. Вот сейчас нарушителя пограничники задерживают. И что делает он, что делает? Погранслужба ее передает МВД или ГКНБ. А какова ее судьба, мы не знаем. Штраф он получил или дело возбудили. То есть вот эти вопросы будут сразу на месте решаться и сразу приниматься решения. Что касается самого больного вопроса, связанного с государственной границей, на какой стадии переговоры с узбеками и таджиками по демаркации и делимитации, здесь тоже есть двиг. Напомним, предложение Бишкека Ташкенту сесть за стол и, наконец, начать обсуждать вопросы демаркации почему-то несколько месяцев игнорировалось. Так вот, по словам Мамытова, месяц назад наконец-таки состоялось первое после инцидента в селе Чарбак заседание межправительственной комиссии в столице Узбекистана. Пока две стороны к единому решению не пришли, но в пограничной службе рады хотя бы тому, что процесс, как говорится, пошел. Манас Ачгитов, Бакыт Кушалиев, Бишкек, Кыргызстан. Таким был день. Спасибо за внимание и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!